Друзья, нам приехали замечательные комплекты от Насана Супа Лайт, которые меняют стекла. Сюда у нас входит в один комплект, это, во-первых, ламинатор с воздушной подушкой, сам Супа Лайт. Во-вторых, барокамера, это Насановская B2 Plus, по-моему, да, со встроенным компрессором. Можно отдельно, можно встроенный использовать. И сюда же входит помпа, которая необходима для работы. Вот, в общем, полный комплект, готовый для работы, который меняет даже Эдж-стекла, друзья. И по очень доступной цене, есть в наличии Латай. У нас на проверке просто обалденная станция от фирмы Насан. Среди недорогих станций, по-моему, это ТОП можно назвать. Потому что на данной станции умудряются, где есть видео, даже Эдж-дисплей переклеивать вполне себе. Хорошо. Комплект идет весь у нас. Чем примечательнее, то, что отдельная помпа, это хорошо, как мы все знаем. Отдельная барокамера, это еще лучше, как мы все знаем. И ламинатор у нас здесь. Воздушный аирбак, маленький, удобный. Сейчас перед отправкой клиенту мы его проверяем тщательно. Сейчас будем запускать тесты. Хорошие зашелки идут здесь. У меня помпа, по-моему, так. А еще не подключил я помпу. Сейчас мы подключим помпу. Обратите внимание, все, кто берут станки какого рода. Помпа, если идет, то она обязательно должна подключаться к самому аппарату. Не отдельно в резервку. Иначе у вас не будет работать. Соответственно, с аппаратой не работает. Так, вот она у нас лабу. Вакуум подключаем сюда. Эффект сети, барокамера. Запускаем процесс. Не включили помпу. Ставь. Насколько секунд нужно? Так, 10 секунд вакуум, 10 секунд в пломинации у нас идет. Такое, все. Вот и сюда. Сейчас вам будет давить. Что примечательно, здесь видно, когда и дисплей, там и полет, и не верю. Это все здесь наглядно идет. И такое неинтересное и полезное, чтобы посмотреть. Все, пломинация прошла. Пломинация прошла. Наш самок работает. Вот здесь настройки очень легких использований. Время вакуума, время ломбинации настраиваются. И все. Теперь мы проверим тоже на основную барокамеру. Они мне нравятся. Здесь хорошая дверца. Не пропускаем. В отличие от М-триэнгла в последнее время. Так, мы его включили. Кстати, они идут и на встроенном компрессоре. Здесь есть внутри компрессор. Можете на нем работать. Можно подключать внешний. Для подключения встроенного. Не забываем ставить данную заглушку внутрь. Но то не будет набирать. Так, набирается у нас тоже двойным нажатием. Сейчас выключаем. Установлена температура 45. И двойным нажатием. Раз, два. Раз, два. Перчатки. Раз, два. Все. Вот уже набрал. Набрала барокамера воздух. Пропускает или нет, мы проверяем обязательно. В основном, в районе дверцы. Ничего не пропускает. Кстати, вы слышали, как бесшумно хорошо набрал на внутреннем компрессоре. На большой, Наса не ставит компрессор. Когда я спросил, почему. Ведь у М-триэнгла есть, они ответили, что компрессор на больших он бывает. Во-первых, он слишком сильно шумит. Шумно бывает. Создает вибрацию, но не бывает не очень качественно, когда ставят так. Поэтому, в принципе, она не ставит на большие, на маленьких. Все нормально ставит. А работает. Сейчас мы понаблюдаем немного. Стрелочка не двигается. И будем уже упаковывать. И данная аппаратура уже будет много-много дисплеев приклеивать.